Талантливые и скромные в столице республики прошел конкурс среди девушек с ограниченными возможностями по слуху. О целеустремленных участницах Юлия Важенина. Свой талант в ярких песнях и не только раскрывали шесть участниц. Видеопрезентация, конкурс импровизации, дефилен и даже вальс. Программа конкурса позволяет девушкам раскрыть свои таланты. Вот сегодня у нас было очень красивое дефиле, выход участниц на сцену. Мы сделали такую некую пластическую картинку. Это вершина Олимпа и творческие музы, они у нас оживают и спускаются на нашу землю. По большому счету это действительно так, потому что они спускаются на землю, эти девочки, и говорят нам, «Как же здорово, что вы здоровы, что вы счастливы, и вы слышите, и они напоминают нам лишний раз об этом». Юлия Евграфова в третий раз пытается завоевать титул «Мисс Тихая Чуваша». К конкурсу готовилась основательно самый популярный жанр домашнего задания – жестовая песня. «Мне нравится выступать, хочу показать мои чувства и эмоции. Я могу последний год участвовать, потому что я еще учусь в школе». Мама Юли волнуется даже больше самой участницы. «Зиня, конечно, очень сильно переживаем. Мы приехали с папой, сидим и переживаем в зале, посмотрим, как она будет в дальнейшем выступать. Но волнуюсь, конечно, за каждый ее номер». Катя Макарова – новичок на сцене. Она впервые за 14 лет существования конкурса показала дубляж анимационного фильма. «Зачем эти супы? Раз не вкуснее чистая вода. Зачем эти дорожки, морковь, сельдерей и прочие газы, которые поедут в западах». Девушка призналась, что стеснительная, но в этом году решила побороть свой страх. «Я решила принять конкурс, потому что хочу узнать себя, какие у меня есть таланты. Внутри меня сложно. Нужно ориентироваться в мультфильме, где надо озвучивать». С самого основания в конкурсе соперничали участницы двух специальных школ – Чебоксарской и Цивильской. Не исключение и этот год, но впервые за все время титул «Мисс Тихая Чувашия» завоевали сразу две девушки – Екатерина Макарова и Амина Александрова. На этот раз похвастаться победой могут обе школы. «В этом году я очень сильно тренировалась, чтобы выиграть. Я очень рада, что выиграла». Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.